Я приготовила для опыта вязальную спицу, как образец закаленной стали. Сейчас я буду проводить отпуск стали. Я нагреваю осторожно и постепенно в пламени спиртовки конец спицы. Поверхность металла сначала желтеет, затем синеет и, наконец, делается серой. Между этими основными цветами можно наблюдать ряд переходных. По цвету металла судят о степени отпуска. Инструменты, служащие для обработки твердых металлов, отпускаются до желтого цвета. Ножи, косы, топоры – до синего. Итак, я нагреваю до красна конец спицы. Теперь я даю ей медленно остыть на воздухе. С помощью плоскогубцев мы сгибаем конец спицы. С помощью плоскогубцев мы сгибаем конец спицы. А теперь мы выпрямляем его. Мы видим, что при отпуске сталь делается мягкой и податливой. Сейчас я буду проводить закалку стали. Я снова нагреваю в пламени спиртовки тот же конец спицы. Нагреваю ее до красного коления. После этого я быстро опускаю ее в стакан с холодной водой. Теперь мы будем исследовать свойства закаленной стали. Я пытаюсь провести несколько линий на стеклянной пластинке. Стекломатериал достаточно твердый. Мы видим, что спица не гнется под моим достаточно сильным нажимом. Более того, мы видим, что на стекле остались следы. Значит, сталь стала твердой. Она сейчас тверже стекла, если оставляет на нем след. Теперь с помощью плоскогубцев мы будем пытаться согнуть спицу. Спица не гнется, а ломается. Закалка сделала сталь не только твердой, но и хрупкой.